МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Булучевская. Здравствуйте. Коротко о главном к этой минуте. За срыв сроков штраф в региональном Минстрое прокомментировали ситуацию с задержкой строительства детсада на первой станционной. За ходом работ теперь следит Генпрокуратура. Паленый алкоголь в промышленных масштабах. Силовики задержали банду бутлегеров. У нас достаточно доказательств, чтобы тебе их подъехать. Сколько контрафакта успели реализовать торговцы и какой срок им грозит? Должники, берегитесь. Судебные приставы спустя полтора года вновь вышли на охоту за злостными неплательщиками. Некоторые даже не знают о своих задолженностях. Где и как узнать все о своих долгах и что ждет нарушителей? 12-й канал переезжает в тайгу на неделю. Будем строить палаточный лагерь, будем питаться там же на месте. Все ради эффектных съемок нового фильма «Я иду тебя искать». И в лабиринтах разума сегодня праздник у самого загадочного человеческого органа – мозга. Мозг, он очень быстро привыкает к какому-то определенному распорядку. Почему иногда полезно заставить серое вещество кипеть и как сон влияет на наши мысли и уровень IQ? В Минстрое региона прокомментировали срыв сроков строительства нового детского сада на первой станционной. Глава ведомства Антон Заев рассказал, что подрядчика уже оштрафовали, а на площадку вывели в два раза больше рабочих. Строители выложили кирпичные стены первого и второго этажей, смонтировали плиты, перекрытия. Практически готов тепловой узел. Сейчас работают над системой водоснабжения и водоотведения, а также прокладывают электропроводку и штукатурят стены. По контракту здание должно было быть готово к 20 августа, но отставание от графика уже на два месяца. Напомню, накануне на стройплощадке побывал заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин. Он заявил, что срывать реализацию нацпроекта недопустимо и взял на контроль ход строительства детсада на первой станционной. Мною поставлена задача перед региональной прокуратурой и районной прокуратурой контролировать эту ситуацию. И если объект не будет сдан в срок, который отложен на два месяца, мы уже посмотрим на вопросы уголовного преследования должностных лиц, которые ответственны за реализацию государственных полномочий в этой части, но которые в интересах людей эти государственные полномочия не соблюли. Завершил рабочую поездку Дмитрий Демешин в Птичьей гавани. Там состоялось совещание по вопросам экологии. Министр природных ресурсов Илья Лобов рассказал заместителю генпрокурора о том, что делается в регионе для улучшения ситуации. Одно из главных достижений – контроль состояния воздуха. Только в этом году в центр мониторинга поступило почти 4,5 тысячи обращений. И каждая проверяется. Отслеживать загрязнения помогают также передвижная лаборатория и посты наблюдения, установленные по всему городу. Кстати, до конца года появится еще 4 таких установки. Крупные предприятия модернизируют производство. Это тоже снижает количество вредных выбросов. Обсудили и ликвидацию несанкционированных свалок. Такую задачу поставил президент Владимир Путин. Не по всем объектам еще готова проектно-сметная документация. Дмитрий Демешин поручил как можно быстрее это сделать. Заместитель генпрокурора уверен, что работа, которая ведется в регионе по улучшению качества воздуха, увенчается успехом. Мы видим с вами, что жизнь наших жителей становится лучше. На мой взгляд, это наглядно. Это хорошие дороги, это представление жилья детям сиротом. Да, есть проблемы. Мы работаем с этими проблемами. Но совершенно наглядно, что состояние качества жизни людей становится лучше с каждым годом. Изъяли 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного. Трое мечей пойдут под суд за продажу крупной партии фальсифицированного алкоголя. По данным следствия, обвиняемые купили продукции на 6 миллионов рублей. Хранили ее в рефрижераторах на окраине города и в селе Троицкое Омского района. И продавали клиентам. Во время одной сделок бойцы СОБРа задержали злоумышленников и изъяли продукцию. Ты реализовывал гражданам не маркированную алкогольную продукцию? Я? Естественно ты. Ну а кто? А что я делал? Я что ли продавал? Водку продавал, конечно. Я что ли деньги брал или ничего? Ну, ты деньги брал, и в тетрадочки записывал, и фуры перегонял, и покупателей отгружал. У нас достаточно доказательств, чтобы тебе их проделить. Следователи провели экспертизы и сопоставили почерк обвиняемых с записями в тетради. Расследование уголовного дела завершено и передано в суд. Мошенникам грозит до шести лет лишения свободы. Почти неделю проведут в непролазной тайге. Сегодня стартует очередной этап съемок игрового фильма 12 канала «Я иду тебя искать». Этим утром творческая группа нашей телекомпании отправилась в леса Муромцевского района. В глухой тайге оборудуют полноценный палаточный лагерь с полевой кухней. В машины погрузили килограммы круп и несколько сотен литров питьевой воды. Запаслась группой и техникой. Специально для съемок ленты 12 канал приобрел новое современное оборудование. Камеру и монитор, а также специальное устройство, похожее на жилет, на который крепится камера. «Разгрузка операторская у нас есть, то есть мы взяли, купили, которая облегчает работу оператора, то есть чтобы ни нагрузка была ни на руки, ни на спину, чтобы максимально можно было долго пройти по тайге вместе с актерами, чтобы спина не устала и картинка была хорошая. У нас есть стекла защитные на объективы, у нас есть куча тряпок, которыми будем протирать в случае дождя объектив, потому что у нас цена была на болоте, очень сильно был дождь, и нам приходилось протирать, поэтому тряпки падали в болото, были грязные, поэтому вот раз мы запаслись гораздо большим количеством тряпок». Уже 23 июля в лагерь заедет первая группа актеров. Тогда же начнутся съемки. Всего на площадке будут работать около 30 человек, в том числе звукорежиссеры, операторы и медик. За 6 съемочных дней режиссер планирует снять сразу несколько важных сцен, в том числе и экстремальных. «Мы будем базироваться на территории охотничьей заимки в тайге. Ну, там пару маленьких домиков, какие-то бытовые помещения. Все остальные, конечно, будут жить в палатках. Будем строить палаточный лагерь, будем питаться там же на месте. Там будут у нас и водные сцены, мы с собой моторные лодки везем. Там будут экшн-сцены переворачивания лодок в реке Тара». Отмечу, актерам уже приходилось тонуть для кадра. «Втопкое болото» едва не утащила главную героиню ленты, актрису омской драмы Юлию Пожелюжную. Она играет руководителя поисково-спасательного отряда, которая во время поиска ребенка сама оказывается на грани жизни и смерти. При съемках этого эпизода никто не пострадал, а игрой актрисы режиссер остался доволен. Напомню, фильм «Я иду тебя искать» создают в партнерстве с общественной организацией «Доброспас Омск» на средства президентского гранта. Лента станет не просто интересной историей, но и своеобразной инструкцией подскажет, что делать, если человек заблудился в лесу. Спустя полтора года судебные приставы возобновили рейды по взысканию долгов самичей. Вместе с представителями «Водоканала» провели рейд по квартирам неплательщиков. За пару часов обошли 13 квартир в советском округе Омска. Общая задолженность абонентов – 87 тысяч рублей. Отмечу, что если у человека нет возможности оплатить счета, специалисты накладывают арест на ценное имущество. «Не работали суды, исполнительное производство, исполнительные документы мы не получали. Ни судебные приказы, ни исполнительные листы. Конечно, взыскание задолженности было снижено. Должники, видимо, расслабились и перестали платить. Задолженность населения ежемесячно растет и по состоянию на 1 июля составляет свыше 500 миллионов рублей. Такие рейды проводят по вечерам, как раз когда мечи возвращаются с работы. Но двери открывают далеко не всегда. В таком случае приставы оставляют повестку. Только за первую половину этого года в работе у судебных приставов больше 12 тысяч исполнительных документов на общую сумму около 140 миллионов рублей. Это все производства, которые возбуждены. Причем возбуждены в период 2020, 2019, 2021 год. Большинство из них возбуждены в период коронавирусной инфекции, потому что мы тогда не ходили по квартирам. Мы были свидетелями, что люди не живут на адресе, могут передать телефонные номера. То есть люди выходят на связь. Некоторые даже не знают о своих задолженностях. Узнать о своих долгах по коммуналке можно на сайте службы судебных приставов. В специальной графе ввести нужно свои данные, имя, фамилию и отчество. Система в случае наличия исполнительного производства выдаст всю необходимую информацию и сумму долга. Если задолженность не погасить вовремя, то приставы имеют полное право не только наложить арестное имущество и транспортные средства, но и ограничить должнику выезд за границу. В гости с полными руками подарков активисты молодой гвардии сегодня принесли в отделение Всероссийского общества инвалидов продукты первой необходимости. Масло, макароны, печенье и сгущенное молоко. Общественники передадут их нуждающимся мечам, которые сейчас находятся на самоизоляции. Мы бережно относимся к здоровью старшего поколения и заботимся о них. К нам поступают часто в волонтерский штаб звонки с просьбой приехать, пообщаться, принести что-то незначительное. Люди нуждаются в поддержке, люди нуждаются в общении, и мы стараемся их в этом обеспечить. Добавлю, молодогвардейцы также помогают продуктами многодетным и малоимущим семьям. Зальют улицы яркими красками и чарующими ароматами. В Омске высадили больше 800 тысяч цветов. На городских клумбах преобладают петунии, бархатцы и бальзамины. Также агрономы готовятся к флоре. К началу августа в выставочном и воскресенском скверах появится около 200 тысяч цветов. В этом году на входе мечей встретит Менделеев с периодической таблицей. Кроме того, на выставке оживут атомы, нити ДНК и пробирки. Высаживают растения и на прилегающих территориях, на набережной Тухачевского, улице Спартаковской, Тарской и Партизанской. Для того, чтобы клумбы выглядели эстетично, специалисты приведут в порядок разросшиеся кустарники, подстригут гасоны и уберут сухие ветки из крон деревьев. Он никогда не спит, не устает и не чувствует боли. Сегодня всемирный день самого таинственного органов человека – головного мозга. Ему посвящены миллионы исследований, но ученые признаются, скорее всего, познать его работу на 100% в науке не удастся никогда. А вот заставить мозг работать как часы и научиться мыслить шире вполне возможно. Анна Черных пообщалась со специалистами и расскажет, как сохранить ясный ум. Вот эти датчики специально для движения мышц лица. Елена Мешкова готовит пациентку к обследованию на полисомнографе. Аппарат выявляет нарушение сна. И это, пожалуй, одно из самых приятных медицинских обследований. Все, что нужно сделать – лечь поудобнее и заснуть. Можно поворачиваться на лево или направо на боку лежать. Под голову конкретно руки не уложим. Все, спим спокойненько. Пациентка спит, мозг продолжает работать. А полисомнограф считывает импульсы. Медики говорят, многие люди даже не догадываются, что их мозг страдает от хронического недосыпа. Казалось бы, спят по 8 часов в сутки, но на утро все равно встают разбитыми и измученными. Дело говорят врачи не только в количестве, но и в качестве. Для нормальной работы мозгу необходимо на какое-то время уходить в глубокую фазу сна. И если этого не происходит, на доброе утро рассчитывать не приходится. Во многих нарушениях сна виноваты сами пациенты, утверждают сомнологи. Например, когда устраивают себе так называемый социальный джетлаг. Сознательно нарушают циклы сна и бодрствования. Вечер пятницы, накануне длительных, относительно длительных выходных, можно позволить себе лечь попозже. А в субботу вечером еще попозже. Что происходит в воскресенье вечером? В 11 часов надо лечь спать, сна нет. Значит, человек мучается, засыпает позже рекомендованного и необходимого ему времени. Соответственно, утром проснуться в понедельник на работу очень тяжело. В течение недели более-менее ритм выстраивается и опять наступает пятница. Врачи уверяют, чтобы сохранить ясный ум, отдыхать нужно правильно. Не пользоваться гаджетами за пару часов до сна, не есть тяжелую пищу, спать каждый день не меньше семи и не больше девяти часов. Еще за пару часов до постели отказаться от курения. Оно, вопреки убеждению, не успокаивает, а возбуждает нервную систему. Днем же просто необходимо взяться за ум. Врачи говорят, чтобы мозг развивался, нужно выводить его из зоны комфорта. Поскольку мозг очень быстро привыкает к какому-то определенному распорядку, нужно постоянно менять в этом плане работу мозга. К примеру, если правша привык все делать правой рукой, то мы заставляем наш мозг работать и, допустим, делать все те привычные действия, которые мы делаем правой рукой, делать левой рукой. Это опять же формирует новые нейрональные связи и способствует развитию нашего мозга. А еще можно дать мозгу покипеть, загрузить его одновременно и физической, и умственной работой. Например, совместить пробежку с изучением иностранного языка. Медики говорят, мозг как мышцы. Чем больше тренируешь, тем больше растет. При этом, в отличие от тела, так быстро не устает. За день у человека возникает около 70 тысяч мыслей. И все же терять голову в тренировках не стоит. Умственная работа мозг не утомляет. Зато эмоциональная нагрузка, связанная с решением каких-либо задач, еще как. Так что медики советуют поберечь нервы и не забывать, что все болезни именно от них. Анна Черных, Сергей Никифоров, 12 канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Смотрите в 19.30. Без крова, денег и документов. В редакцию 12 канала с просьбой о помощи обратились соседи пожилого погорельца. На пепелище мужчина ютится уже больше месяца. Обугленные стены не защищают ни от дождя, ни от ветра. А готовить обед вынужден, как в каменном веке, на костре. Родственники от Владимира отказались. Заботу проявили соседи. Говорю, Вова, ты хачап-чай будешь? Он говорит, да, буду. Он говорит, а покушать есть что-нибудь? Ну и все, я так и начала ему носить еду. Потому что ему его принесли, бросили. Вот пакет на полу лежал. Колбаса, чай с кофе положили ему. Говорю, это издевательство. Уже сегодня погорелец сменил родное пепелище на комнату в реабилитационном центре. Дальнейшую судьбу мужчины выясняла Елена Бабкова. Попали под лавину мусора. Стихийная свалка уже несколько недель отравляет жизнь владельцам частных домов в центральном округе. Началось все с пары пакетов, а теперь зловонное пятно 30 метров в ширину. Это, к слову, половина футбольного поля. Бросают, все привозят, кому не лень. И магазины привозят. Тут мусора такого валяется. Высыпали и уехали. Все вот это вот по поселку летает. Эверест из отходов может стать пристанищем для крыс и бездомных псов. А ведь и раньше на этом месте стояли мусорные контейнеры. Куда исчезли баки и есть ли у местных шанс вырваться из душного плена? В 19.30 расскажет Дарья Шадрина. Не ярмарка, а деловой форум. Выставка «Агро-Омск» в этом году пройдет в новом формате. Из-за непростой питобстановки ее проведут онлайн. В областном конгресс-холле развернут студию. И из нее будут вести прямую трансляцию на YouTube-канал Агентства развития и инвестиций Омской области. Участников ждут два дня насыщенной деловой программы. На форуме выступят спикеры из Омска, Новосибирска, Кемерово, Самары, Ростова-на-Дону, Москвы и даже Германии. Эксперты обсудят развитие агропромышленной отрасли, представят новые технологии, расскажут о научных подходах, которые позволят решить проблемы аграрии. Важным событием станет открытие на территории плодового сада Омского аграрного университета «Карбонового полигона». Здесь будут изучать, какое количество углерода выбрасывается и поглощается на той или иной территории. И здесь же ВУЗ подпишет соглашение о сотрудничестве с правительством региона и несколькими предприятиями. Напомню, Аграумск стартует 28 июля. А сейчас о спорте. Дайджест Андрея Блохина. Самым молодым игроком на первом предсезонном сборе хоккейного авангарда, который проходит в эти дни в Балашихе, стал защитник Тимофей Давыдов, которому 1 июня исполнилось 19 лет. Возраст не помешал Тимофею получить комплименты от главного тренера-чемпиона страны Боба Хартли. Канадскому наставнику импонирует жесткий стиль молодого игрока обороны. В прошлом году, выступая в молодежной лиге за команду «Омские ястребы», Давыдов в 46 матчах забросил 7 шайб и сделал 24 голевые передачи. Омский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко анонсировал второй «Штормфест». Первый семейный фестиваль здорового образа жизни под таким названием прошел в нашей области два года назад и собрал 10 тысяч гостей. В прошлом году из-за пандемии провести «Штормфест» не удалось, но в этом, если эпидемиологическая ситуация позволит, планируется устроить фестиваль 21 августа. На акватории Обского моря прошел второй этап Кубка Новосибирской области. По парусному спорту регата проходила на яхта класса МХ-700. В соревнованиях приняли участие шесть экипажей. Лучшей стала команда из Омской области. Золотые медали завоевали наши земляки. Вадим Отмахов, Леонид Селиверстов, Александр Тишков и Егор Филатов. Побили температурный рекорд. Сегодня самое жаркое 22 июля за последние 45 лет. Столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 30, и это на 7 градусов выше климатической нормы. За всю историю метеонаблюдений, начиная с 1900 года, максимальная температура воздуха во второй декаде июля составляла 38,5 градусов. Это было в 1940-м. Ну а минимальная 4,6 градуса со знаком «плюс» зафиксирована в 1943-м. В этом же году июль в большинстве регионов страны теплее обычного. В Омской области, по данным Росгидрометцентра, такая жара продлится до следующих выходных. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. И о погоде. Завтра, 23 июля, в Омске ясно. Ночью плюс 18, плюс 20. Днем термометры покажут 25-30 градусов выше нуля. В районах ясно, без осадков. Ночью плюс 15, плюс 17. В дневные часы 25-27 градусов жары. Ветер южный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Итоги дня подведут мои коллеги в 19.30. Ну а я с вами прощаюсь. Хорошего вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова